здравствуйте в этом видео я вам расскажу самый простой легкий способ для ленивых как посадить большое количество томатов не потратив много времени этот метод еще использовали в 80-х годах до высаживали большое количество и так давайте с вами начнем первым делом я всегда удобряю грунт если например я не делала это с осени то буду делать весной в этом году в одну теплицу решила добавить перегной ну очень хороший прямо такой вот новенький скала бы перегной мне нравится нужно обязательно его распределить по поверхности то он даже присутствуют кусочки навоза но навоз он тоже уже перегнивший хорошенький то есть нету здесь никаких веток сорняков то есть мне перегной полностью устраивает машина перегной небольшая нам обошлась в 3000 рублей это кузбасс сибирь мне такой машины хватит примерно ну на пологорода если хорошим там прям слоем все удобрить распределяем так чтобы вот именно трубки сильно не задевать конечно а именно в тех местах мы где будем высаживать наши томаты там перцы огурцы и другие культуры далее перекапываем культиватором раньше все это делали лопаты трактором если было у нас хорошее большое поле но тоже делали именно для удобства именно трактором давайте улучшать этот метод будем использовать культиватор чтобы может рассказать не корячиться с лопат потому что даже если сейчас перекапывать лопатой это очень затратно именно для спины может что-нибудь заболеть потом придется принимать таблетки итак давайте приступим к методу самый легкий способ как быстро посадить большое количество томатов я переставляю все томатики в ту теплицу примерно их распределяю по количеству это у меня рассада высокорослые коллекционные в этом году прям ну очень хорошая рассада не вытянутая меня тоже полностью она устраивает все такие крепенькие стволики я делала метод китайские делала метод а именно укладывание поэтому они такие мне низенькие хорошенькие и так что же нам нужно я роют траншею не делаю никакие лунки делаем одну большую траншею вот буквально на 10 метров у меня ушло около трех минут копается быстро потому что земля вся вспаханная рыхлая такая хорошенькая если конечно вы не пашите вашу землю то будет сложнее сделать ту самую траншею и я буду добавлять в эту траншею рапсовый жмых сам метод именно в траншеи не в подкормке что мы с вами добавляем в лунку раньше добавляли в основном только навоз да именно древесную залу но есть еще и натуральные средства об этом я вам расскажу позже так вот рапсовый жмых он прекрасно повышает стрессоустойчивость он разрыхляет также почву улучшает обмен веществ он совместим с различными другими удобрениями он легко разлагается в почве он увеличивает урожайность быстро как раз усваивается растение в нем как раз есть повышенное содержание протеина как раз содержащегося в жмыхе сбалансированы и по аминокислотному составу растительный белок поступающие из не улучшают обмен веществ повышает стрессоустойчивость именно для этого я использовал рапсовый жмых также добавляю стать диаммофоску здесь у меня 10 процентов азота 26 процентов фосфора и калия фосфор и калий на самой ранней стадии прям необходимы именно томатом для того чтобы увеличивать хорошо корневая система и пошла у нас с вами первая зависть диаммофоску тоже раскидываю понемногу в эту самую траншею сейчас вы видите все практически в реальном времени я тщательно быстренько перемешиваю грунт немножечко можно просто присыпать сверху далее льем воду ну давайте улучшим этот метод будем использовать именно шланг раньше конечно ведрами лейками ну мы конечно 21 веке поэтому будем немножко улучшать сам метод именно траншеи посадка в траншею томатов прям ну сокращает время на часы потому что многие копают лунку они пока выкопали лунку положили туда удобрения пока прикопали пока полили а то все делается разом далее я раскладываю томаты сейчас мне очень большое количество сортов таблички расставляю я высаживаю по 2 томата именно в эту траншею то есть два томата одного сорта очень удобно увеличивается во первых урожайность в несколько раз даже если вы ведете в один ствол томат каждый стволик то даст как раз два раза больше урожая но смотрите я разложил томаты расстояние примерно 35 но максимум 40 сантиметров это в среднем ну для того чтобы получить именно побольше томатиков если например вы выращиваете низкорослые томаты то немножко делайте их подальше потому что они как раз растут вширь и им нужно больше места для проветривания а это высокорослые томаты которые буду ввести вверх и естественно они будут хорошо себя чувствовать если будем обрезать вовремя например нижнюю листву далее я просто вставляю томаты и присыпаю все это делается тоже очень быстро сам этот метод просто великолепен использую его много раз когда нет времени но вот экспериментировать с каждой лункой раньше так делала в одну лунку я ложила например банановую кожуру во вторую лунку например древесную золу в третью луковую шелуху плюс например картофель в четвертую лунку в пятую лунку допустим конский навоз то есть вот так вот и делала естественно пометки времени уходила просто уйма сейчас вот сделал траншейку это дело для того чтобы быстренько все пересадить в этом году большое количество у меня томатов и тем самым нужно сокращать время и на уход далее все поливаем и нужно обязательно после этого обработать от стресса я буду использовать янтарную кислоту нам понадобится 02 грамма на 1 литр воды я беру здесь на 2 литра у меня практически там где-то 0504 грамма это в среднем но не делайте больше на первых парах дозировку вообще янтарная кислота бывает разный поэтому смотрите именно на упаковке какая дозировка именно у вашей янтарной кислоты есть янтарная кислота в таблетках там она в миллиграммах есть янтарная кислота это это именно янтарин есть такая вот в пакете я взяла большую упаковку фирмы понятия не имею поэтому просто берем большую упаковку по дешевой цене потому что томатов много и все опрыскиваем сразу после пересадки и во-первых до этого до пересадки я тоже обрабатывала но уже 100 у фоном некоторое количество томатов салициловой кислотой ну во первых если не снижать стресс вообще у томатов они будут проживаться намного дольше отодвигается срок продолжения потому что пока не примутся пройдет 7-10 дней пока они укоренятся то есть нужно использовать какие-либо препараты ведь лето у нас сибири короткая нам нужно чтобы быстрее все пошло в рост и появились первые кисти чем буду подкармливать далее именно после пересадки можно после пересадки использовать различные удобрения можно и например органические у меня тоже большое количество есть видео на канале с прошлого года можно также использовать и минеральные удобрения кому как удобно и кстати те томатики которые я не пересадила в этот день я точно также обрабатываю светами кислотой чтобы и у них снизить стресс потому что они стоят сейчас в теплице ночью у нас плюс 7 плюс 8 и так что мы делаем после пересадки чем можно пролить либо что можно подсыпать используйте на ранних парах именно фосфорно-калийное удобрение в диаммофоске там уже есть 10 процентов азота поэтому не нужно сейчас много добавлять азота после пересадки к томатам иначе они нас зажируют поэтому используем фосфор плюс калий либо монокалий фосфат можно также опрыскивать по листу либо подкармливать под корень но на сегодня это все заходите ко мне на канал смотрите другие видео всем спасибо и до новых встреч